Особое внимание особенным людям. Задача от президента Красносельского. Пандусы, тротуары и, конечно, центры реабилитации. Их в республике несколько. Один в Карагаше. Открыли в 2018-м. Детей много, места не хватает. Центр переедет в Чобручи. Карагаш. Центр для людей с ограниченными возможностями. У старшей группы занятия. Это шуба. Куртка из шерсти. А вот это? А вот это вот носки. А вот это вот обувь. Туфли. Что еще у тебя там за рисунки? Давай поглядим. Плач. Это мы выезжали из треугольников. Квадратиков. Из квадратиков. Да, тихо. Ты тут командуешь все вместе? Да, это старшая в классе. Центр открыли в 2018-м. Подниматься сложно, особенно детям с ДЦП. Для занятий всего несколько кабинетов. У нас проблема с полом. То есть вы видите, он играет. То есть тут там пустота. Там где-то точно полметра пустоты. Это нужно все вести. Ну, бывает и такое, да. Старые окна с щелями дуют. Тут, соответственно, их и не откроешь, потому что если их откроешь, они развалятся. Это кабинет для занятий. Параллельно работает несколько преподавателей. Места не хватает. Центр переедет в Чобручи. Это в 9 километрах от Карагаша. За и против мнения родителей разделились. На этапе, что мы что-то имели, у нас что-то уже устоялось. И вдруг это все ломается и неизвестно. Когда я задавала родителям вопрос категорический, которые отказывались переезжать, чего они боятся, был прямой ответ – не знаю. Поэтому вот такая возникла ситуация. Пугала только неизвестность. Едем с родителями в Чобручи. Территория большая. Когда-то здесь была школа-интернат. Несколько построек. Это спальня, где будут располагаться детки. Будет дневной сон. Детки будут отдыхать. То есть у нас такой возможности в Карагаше, конечно, не было. Крыша не течет. Новые стеклопакеты. Систему отопления заменили. Зимой будет тепло. Есть своя котельная. Для каждого преподавателя отдельный кабинет. Вот это одна из групп, где будут располагаться наши детки, воспитанники наши. То есть тоже, естественно, мы обживем это помещение. Есть компьютерный класс, библиотека, большая столовая и кухня. Раньше этого всего не было. На улице парк. Детей будут привозить в центр и отвозить домой. Купили большой автобус. Сначала была против, но сейчас мне понравилось. Я вижу... Вы впервые здесь? Да, я впервые. Здесь очень природа красивая. Рядышком нет. Да, воздух. Ну и вот здесь, конечно, все. Крыша поменена, все окна, все. Мне понравилось. Все, теперь успокоились. Да. Сейчас у нас 20 воспитанников. Две группы по 10 человек. Значит, мы примем еще 10 человек, сделаем еще третью группу, то есть будет 30 человек. Новые заявки от родителей уже есть. Если будут еще желающие, смогут принять до 50 детей. В новом центре в Чобручах новоселье отметят уже 1 декабря.